Всем хотелось бы спросить, слышно ли меня? Елена Андреевна, слышно прекрасно. Хочу поздравить всех с праздником библиотек, пожелать всем спокойствия и терпения, чтобы выжить в непростых условиях. С праздником, коллеги! Мне хотелось бы рассказать о новом проекте, который стартовал, как Вадим уже обратил внимание, совсем недавно. И внутри команды принято считать, что даты рождения этого проекта считаются 23 апреля, день книги. Именно тогда произошла публикация нашего основного ресурса, это сайта Петербург, Книжный Петербург. Идея этого проекта была инициирована одним из главных книжников города Санкт-Петербурга Денисом Котовым. Он собрал команду, которая и сейчас создает этот проект. И идея этого проекта, в основу идеи этого проекта легли, собственно, общие отраслевые ценности. Вадим, следующий слайд можно? Объединить отраслевое сообщество и объединить их под ключевыми моментами, которые хочу сейчас озвучить. Всех книжников в отраслевом сообществе, в которые входят и библиотеки, и книжные магазины, и издательства, и читатели, и много других еще информационных порталов. Это, собственно, абсолютная цель. Рост числа читателей и повышение частотности чтения объединяет абсолютно всех проектов, которые входят в отрасль. Главный продукт книга. Основные ключевые ценности всего отраслевого сообщества у нас у всех одинаковые. И единые ключевые требования к компетенциям, к специалистам отрасли. Собственно, на базе, как бы, вот этих основных направлений и был сформирован этот проект «Книжный Петербург». Можно следующий слайд. Значит, основная тема моего выступления – это продвижение и единые отраслевые инструменты, которые помогли бы отраслевому сообществу, сохраняя свои, экономя свои усилия в рамках продвижения чтения в стране, создать единый отраслевой бренд, мета-бренд книги, в рамках которого можно было бы вести общую деятельность, в которую могли бы объединиться и библиотеки, и книжные магазины, и издательства. И на самые главные события можно было бы, собственно, под этим брендом доносить до читателей. Следующая инициатива «Книжного Петербурга» – это создание проекта единой социальной рекламной компании под этим же мета-брендом книги, которая будет пробуждать интерес к чтению и приходам в разные книжные места. Следующая инициатива «Книжного Петербурга» – это создание единого календаря книжных событий и мероприятий, премий и многого другого, на котором, на этом ресурсе можно было бы доносить так же, как бы, как единый объединяющая афиша на весь год для всех проектов, которые занимаются созданием этих мероприятий. Следующее направление – это создание единого отраслевого информационного ресурса для читателей о событиях и мероприятиях. Собственно, основная функция «Книжного Петербурга» как раз в этом и будет состоять для того, чтобы объединить все афиши, все события, все проекты, все информационные проекты именно под эгидой «Книжного Петербурга». Следующий слайд. И самый важный момент в создании, собственно, вот этого единого движения, конечно, составляют самый главный ресурс – это люди, которые работают в отраслевом сообществе, и их тоже между собой хотелось бы объединить. Я слышала предыдущих спикеров, которые также высказывали в своих выступлениях предложение о том, что это целесообразно было бы сделать и выводить это на другой уровень, собственно, создание профессионального отраслевого сообщества, создание единого образовательного портала для специалистов в отрасли, в котором можно было бы обучать самым современным профессиям, навыкам и компетенциям 21 века для того, чтобы максимально эффективно доносить свои проекты и события до главной аудитории, читателей, создание единого календаря событий для специалистов отрасли, потому что их тоже немало, и хотелось бы, чтобы они от районных вышли как бы на городские общероссийские события и объединили всех специалистов в одно большое движение. И третье направление, которое инициирует Книжный Петербург – это создание единых отраслевых конкурсов профессионального мастерства, которые способствовали бы созданию единой кадровой базы и развитию специалистов внутри отрасли для того, чтобы эффективно использовать в условиях объединения лучших людей на лучших ролях, для того, чтобы они вносили максимально большой вклад в развитие наших общих целей. Собственно, самые ключевые моменты я озвучила максимально быстро, насколько мне было выделено время. Готова буду отдельно ответить на вопросы, если такие возникнут. Вадим.